Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, начало дня и следующие полчаса мы узнаем всю правду о том, как начался день и как зарабатывать сегодня деньги. И эту правду нам расскажет наш коллега из Санкт-Петербурга Игорь Бергер. Игорь, приветствуем вас! Добрый день, дорогие друзья и уважаемые коллеги! Добрый день, Игорь Николаевич! Продолжаем нашу серию выпусков, посвященную торговлю на американском срочном рынке. Давайте посмотрим. Видно ли мой экран? Видно хорошо. Отлично. Видно, это шестой выпуск передачи, посвященный торговле на американском срочном рынке. Начать этот выпуск я решил с небольшого экскурса по проверке FCM. FCM – это брокеры срочного американского рынка. Для данной функции очень подойдут два ресурса. Ресурс – это сайт CFTC, комиссии по торговле фьючерсами американской. Для этого необходимо зайти на сайт CFTC.gov, далее пройти в раздел «Market Data and Analysis» и там выбрать раздел «Financial Data for FCMC». Там у нас появится табличка с ежемесячными отчетами о финансовом состоянии брокеров. Они идут с некоторой задержкой. Последний у нас декабрьский. Я думаю, что скоро январьский выложат. Открываем удобную нам форму, либо PDF, либо Excel. И выбираем такую вот таблицу со всеми американскими лицензируемыми всем брокерами. То есть брокерами, торгующими на срочном рынке. Как мы видим, на текущий момент их 63. Здесь можно увидеть о том, является ли брокер клирингующим, либо не клирингующим. Также различные показатели финансового состояния брокера. Также брокеры, которые на текущий момент работают с российским клиентом. Это AMP Global Clearing, Dormant Trading, Gain Capital, Interactive Brokers, Philippe Capital. Следующим для проверки брокера является сайт NFA, Национальной фьючерсной ассоциации. Там можно увидеть более детализированную, более подробную информацию как о брокере, так и о сотрудниках брокера. Дело в том, что по американскому законодательству каждый сотрудник брокера также должен быть лицензирован. Для этого мы идем на сайт NFA.fьючерс.орг и в раздел Visit Basic. Ставим на страницу, спускаясь, на которую мы видим вот такие четыре формочки. Каждая предназначена для поиска по своему показателю. Первая табличка NFA ID – это все члены зарегистрированного NFA имеют шестизначный код. Здесь можно поискать по этому коду. Этот код имеют как и организации зарегистрированные, так и физические лица сотрудники брокерских компаний. Второе окно поиска – это по названию фирмы. Здесь вы можете ввести название любой фирмы, брокера, и вам откроется окно с достаточно объемлющей информацией, включая персонали руководящего состава. Также есть разделы, более широко раскрывающие состав клиентской базы и финансовую информацию. Третье – search by individual name – это вот как раз вариант поиска лицензии конкретных сотрудников той или иной компании. Search by pool name – это уже касается определенных пулов. Это менее используемое окно для поиска. Вот, в принципе, два глобальных ресурса, через которые можно провести поверхностную оценку и изучить состояние того или иного брокера срочного рынка в Америке. Далее возвращаемся к нашей торговле. Напомню, основные принципы нашей торговой системы. Мы торгуем без стоп-лоссов классических. Мы переносим позицию через ночь, то есть внутри дня не торгуем. И мы не сидим перед монитором, а заглядываем в него два или один раз утром-вечером, либо, как сложится, только утром, либо только вечером. Также напоминаю, что для данных условий необходимо соблюдать строгий money management. То есть в данном случае я сторонник того, что торговый инструмент, которым вы торгуете по такой системе, он, точнее его стоимость, должна быть сопоставима с размером вашего депозита. И торгуем только в лонг. Напомню, что для этого мы открыли небольшой счет у американского всем брокера. И в качестве инструмента, соответствующего нашему размеру счета, выбрали мини-контракт на кукурузу. Мартовский контракт. Последним торговым днем, который мы рассматривали, было 1 февраля. Следующий торговый день у нас был понедельник, 4 февраля. Открыли мы терминал первый раз утром. Заглянули в наш портфель. Нашли там по-прежнему без изменения три лонговых контракта помимо кукурузи. Ну и, собственно, закрыли терминал. В следующий раз уже заглядываем вечером. Также видим, что никаких существенных изменений в портфеле у нас нет. Инструмент входит в неком боковике. В соответствии с этим принимаем решение изменить наш ордер. В частности, поставить пониже наш ордер на продажу. Что мы благополучно и делаем. Продолжаем наблюдать за рынком. Также принимаем решение пододвинуть еще один ордер. Также его ставим пониже на уровень 379,750. Продолжаем наблюдать за рынком. Ну и, собственно, в этот торговый день никаких изменений по портфелю не было. По-прежнему три контракта на мини-кукурузу в портфеле. И следующий торговый день у нас вторник, 5 февраля. Заглядываем терминал утром и видим, что ночью у нас закрылся один контракт. То есть была совершена сделка на продажу. В портфеле у нас осталось два контракта на мини-кукурузу. Принимаем решение пододвинуть наш следующий ордер пониже. Ставим его по цене 381,375. Напоминаю на всякий случай, что котировки идут в центах. То есть 381,375 цента или 3 доллара 81 цент. И также ставим ордер на покупку по цене 375,500. Продолжаем наблюдать за поведением рынка. В следующий раз мы заглядываем уже терминал вечером. Видим, что рынок немного пролился вниз, но несущественно находясь по-прежнему в боковике. Принимаем решение пододвинуть наш ордер на покупку повыше. Ставим его по цене 375,500. Продолжаем наблюдать за рынком. Рынок по-прежнему боковые движения осуществляет. Принимаем решение пододвинуть пониже наш ордер на продажу. Ставим его по цене 381,125. И данный торговый день у нас заканчивается с портфелем в два лонговых контракта. Следующий торговый день у нас среда, 6 февраля. Утром открываем терминал. Видим, что за ночь в данном случае никаких изменений не было. В портфеле по-прежнему два контракта. Наблюдаем за поведением рынка. В следующий раз открываем терминал вечером. Видим, что никаких существенных изменений не было. Наблюдаем. И на конец торговой сессии. Опять же, никаких изменений. По-прежнему два контракта в портфеле. Следующий торговый день у нас был четверг, 7 февраля. Утром заглядываем терминал. По-прежнему никаких новостей. Рынок в узком боковике начал ходить. В следующий раз мы уже в него заглянули вечером. Обратили внимание, что наблюдается небольшой пролив, но несущественный. Наблюдаем за поведением. Рынок продолжается унисхать движением. Принимаем решение поставить ордер на покупку по цене 375 500. И данный торговый день у нас также закончился без изменений. Следующий торговый день у нас был пятница, 8 февраля. Утром заглядываем в терминал. Никаких изменений по портфелю нет. По-прежнему два контракта в портфеле. Рынок немного оттолкнулся вверх после нисходящего движения. Принимаем решение пододвинуть повыше наш ордер на покупку. Ставим его по цене 376 125. Следующий раз я заглянул в терминал уже после закрытия торговой сессии. Это было пятницу, поскольку вечером в пятницу у меня было мероприятие. Вот, то заглянуть смог уже после закрытия рынка. Обнаружив для себя две сделочки за эту сессию. Одна это на продажу одного контракта. То есть портфель уменьшился до одного контракта. И практически в тот же часть рынок с камнем пошел вниз, достигнув нашу ордеру на покупку. И таким образом мы снова получили два контракта в портфеле. С такой диспозицией мы и закончили торговлю на прошлой неделе. Подведем финансовый итог. По итогам предыдущей торговой недели показатели нашего портфеля увеличились до 10,33%. Внизу можно посмотреть разбивочку по месяцам текущих шести недель торговли. То есть в январе у нас доходность составила 79, в феврале 2,55. Также можно обратить внимание на векторную диаграмму показателей эффективности торговли, количество прибыльных трейдов, убыточных, максимальную загрузку депозитов, который в моем случае за весь торговый период составил 28%, и максимальную просадку, которая составляла 9,3%. Также в динамике можно ознакомиться с изменениями баланса и состояния средств. Ну, собственно, такие результаты торговли за прошлую неделю. Николай Николаевич. Хорошо, Игорь, спасибо большое вам за ваш рассказ. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Николай Пензас пишет. Игорь, а есть ли в Америке компании, на которые влияют тайфуны и торнадо, так часто посещаемые побережья? Компании или имеется в виду инструменты? Вот уточните, пожалуйста, вопрос. Если компании, то наверняка это компании того же нефтедобывающего сектора на шельфе, где прямая зависимость работы этих компаний от погодных условий. Если говорить об инструментах, то, опять же, это прежде всего агросектор, поскольку понятно, что сельскохозяйство от погодных условий у нас зависит напрямую. Это и те же энергетические ресурсы, поскольку, опять же, понятно, что от состояния погоды зависит их потребление. Если же говорить о компаниях, то, в принципе, это те же компании и инструменты, на которые влияет погода, то есть агросектор, энергоресурсы. Я понял, спасибо. Надежда Морозова пишет. Игорь, вы просматриваете ежедневно отчеты по фьючерсам? Это основной критерий принятия торговых решений для вас? Отчеты по фьючерсам имеются в виду соты, отчеты по открытому интересу. Нет, я их не просматриваю, потому что их динамика изменений достаточно медленная. Если на них взглянуть, то изменения очень несущественны. И принимать какие-то торговые решения на их базе очень сложно, поскольку это тогда будет одна сделка за несколько месяцев. Мы все-таки торгуем более активно, поэтому опираться на данный вид отчетов не приходится. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Игорь, вам за ваш обзор. Я, кстати, хочу вас поздравить. 10% доходность за какой, кстати, это период времени? Шесть недель. Шесть недель. Шестой выпуск, шесть недель. Да, за полтора месяца. Это блестящий совершенно результат. Вот так что искренне вас с этим поздравляю. И надеюсь, что будет так же продолжаться. Слушайте, полтора месяца, шесть недель. Это получается процентов 80 мы идем в режиме 80% годовых. Ну, я на прошлой передаче одному из слушателей говорил, что ориентир по данной стратегии плюс-минус 60% годовых. Но вместе с тем надо понимать, что прошлые результаты никоим образом не гарантируют будущих. В любой момент рынок может камнем идти вниз, что повлечет у нас некру по рассадку по счету. Поэтому какие-то подобные экстреполяции, наверное, делать не стоит. Будем, что называться, отрабатывать поведение рынка настолько эффективно, насколько у нас получится. Я понял вас. Нет, естественно, расслабляться нельзя. У нас такая работа. Тут не расслабишься. Это точно. Но, тем не менее, с тем результатом, который в результате большого труда за шесть недель достигнут, мы вас искренне поздравляем и желаем вам продолжения этого успеха. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Всем всего доброго. До свидания. Игорь, а еще секундочку. Игорь, вернитесь в эфир. Я забыл задать очень важный вопрос, только сейчас вспомнил. Я видел, что в пятницу вы наблюдали за батлом Евгения Питерского и Ивана Волконского. Какие у вас остались впечатления? Во-первых, кого вы поддерживали по ходу батла? Чьи взгляды вам ближе? Может быть, какие-то вы для себя сделали? Что-то новое услышали? Ну, собственно, нового я для себя ничего не услышал. Моя позиция в этих вопросах такая. Право на жизнь имеет любой подход. Потому что рынок существует именно благодаря тому, что в любой момент, если покупатель и продавец, каждая наша сделка на покупку – это чья-то сделка на продажу. И если бы мы все одинаково торговали, то у нас бы не было контрагентов. У нас контрагенты именно потому и есть, что кто-то мыслит в лонг, кто-то мыслит в шот. Пока кто-то загружается, кто-то разгружается, либо наоборот. Поэтому превалирование какого-то одного из торговых подходов автоматически приведет к его неэффективности. И в данном случае борьба за то, что это лучше того, и, скажем так, увеличивание последователей одного из подходов автоматически приводит к понижению его эффективности. Потому что мы все прекрасно знаем, что на рынке выигрывает меньшинство, все выигрывать не могут. Поэтому как только по тому или иному методу начинает торговать большинство, этот метод теряет свою эффективность. И рынок, он как раз и состоит в разнообразии методов. И какие-либо споры, что лучше, что хуже, они здесь бессмысленны. Естественно, та или иная стратегия, она имеет более быстрый, либо более медленный эффект зарабатывания. То есть, если ты там интродэй, скальп, ратуровни, да, у тебя счет будет расти быстрее, ты будешь больше совершать сделок, тем более на коротком периоде времени. Будет ли это эффективно и на длинном периоде времени, заранее сказать невозможно. Бывает по-разному. Поэтому какая-либо попытка доказать, что одно лучше другого на рынке, и это, на мой взгляд, бессмысленное занятие. Все подходы имеют право на жизнь. Каждый торгует так, как ему психологически комфортно, так, как у него получается. А главное, мы должны понимать, что на рынке мы не для того, чтобы торговать, а для того, чтобы зарабатывать. Если у человека получается зарабатывать, и отлично. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Игорь, вам за ваше мнение. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Всего доброго, до свидания. До свидания.